В 2012 году в эти дни оппозиционеры вновь заявили о поддержке своего соратника, депутата законодательного собрания Валерия Сазыкина. Бывшего главврача областного топ-диспансера обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Якобы за 10 лет он растратил около миллиона бюджетных рублей. Однако обвиняемые его коллеги считали дело сфабрикованным. В знак протеста в августе 2012 Сазыкин даже объявил голодовку. Однако пересмотрения уголовного дела добиться так и не удалось. Его передали в суд. Под новый 2013 год суд все же признал Сазыкина виновным. В феврале 2014 года после обширного инфаркта Валерий Сазыкин скончался. В те же августовские дни 2012 в области гремело еще одно уголовное дело. В суд направили дело бывшего министра экономического развития Андрея Ефремова. Его обвинили в совершении ряда хищений бюджетных денежных средств в составе организованной преступной группы при исполнении договоров и государственных контрактов. Провернуть эти дела Андрей Ефремов успел за год своего руководства министерством. В конце 2015 года экс-министра приговорили к 3,5 годам общего режима и штрафу в 950 тысяч рублей. В 2013 в Ясном прогремел запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 Днепр с корейским космическим спутником на борту. Ракетный пуск для военных – это возможность проверить на практике выучку. Для коммерческой организации – многомиллионные контракты, для корейцев – перспективы научного изучения планеты. Также феерично. Пять лет назад город планировал отметить юбилей, но внимательных оренбуржцев тогда возмутило праздничное оформление. В нем были допущены грубейшие ошибки. Фамилия Пушкина превратилась в нечто с большим количеством шипящих. Член корреспондент Академии наук Павел Рычков из члена корреспондента превратился в обычного члена. Досталось еще одной исторической личности – Василия Алексеевича Перовского. Назвали Василием. Это далеко не полный перечень ляпов. Баннеры тогда полностью обменять не стали, ошибки заклеили, но не все. Юбилей города отметить это, конечно, не помешало. Безошибочно четыре года назад оренбургским кондитерам удалось исполнить рецепт торта в виде триколора к одню государственного флага. Радость сладкоежки разместили в национальной деревне и весила она 650 килограммов. Четырехметровую сладость смогли отведать все желающие. В 2015-м спасатели работают в режиме региональной чрезвычайной ситуации. Введен он после пожара в Васильевке, где в одночасье жилья лишились 11 семей. Волнение тем летом вызывает и горящая городская свалка и местное несанкционированное скопление мусора в татарской Каргале. Два года назад в антидопинговый скандал, разгоревшийся в мире, оказались вовлечены и оренбургские паралимпийцы. В состав российской паралимпийской сборной тогда вошли трое оренбургских спортсменов. Пловец Павел Полтавцев и легкоатлеты Диас из Басаров и Александра Неделько. Новость о том, что сборная России не будет участвовать в играх, они узнали сразу после очередной тренировки, которые не прекращали ни на день. За заслуги перед Оренбургом в эти дни два года назад решили наградить главу города. Что Евгений Арапов достоин награды, решил заместитель председателя комиссии по муниципальным наградам Евгений Кашпар. Депутаты возражать не стали. Возможно, теперь, спустя два года, медаль за высокие достижения в муниципальной и общественной деятельности будет одним из смягчающих обстоятельств при рассмотрении уголовного дела в отношении мэра.